беспроводные наушники от фирмы базеус модель 04 данные наушники можно приобрести не более чем за 2000 рублей у них есть разные цвета есть точно такая же версия 04 с приставкой про все то же самое но только внутри ставим модуль для беспроводной зарядки сомнительный плюс потому что я приобретал такие наушники у меня они были параллельно с этими это просто версия обычная без добавления слова про то есть у них нет беспроводной зарядки беспроводная зарядка конечно это хорошо это круто это модно современно но очень долго заряжается если в обычный обычные наушники у нас заряжаются вот этим за час полностью от тайп си то через беспроводную зарядку они заряжались более двух часов я не вижу смысла два часа даже более двух часов терпеть это издевательство если можно просто подключить провод type-c и зарядить за один час поэтому я не вижу смысла в приобретении версии про она стоит рублей на 200 дороже но давайте поговорим про именно эти наушники поставляются они в такой коробочке здесь у нас указан цвет с обратной стороны у нас есть технические характеристики у нас есть наклейка которую мы можем стереть зайдя на официальный сайт вбить код и проверить оригинальные ли эти наушники но сразу говорю что в китае пока на эту модель нету никаких подделок потому что модель недорогая и она не пользуется таким гигантским спросом конечно как наушники от сяоми или от apple поэтому на нее не делают никаких подделок ну кто его знает может быть в будущем будет технические характеристики корпус у нас идет abs bluetooth у нас пятой версии дальность у нас 10 метров я специально пробовал то есть в квартире действительно где-то 10 метров через стенки через две-три стены если где-то на открытом пространстве то у них дальность работы где-то 15-16 метров в принципе это неплохо время работы самих наушников в ваших ушах в районе пяти часов здесь у нас именно так и написано я это подтверждаю 10 на 5 часов они могут отработать на почти что на полной громкости если даже написано у нас при 70 процентов громкости но у меня они были где-то ну 90 процентов громкости они отработали свои пять часов это довольно хорошо дальше технические характеристики аккумуляторы по 37 миллиампер часов у нас сам корпус у нас где у нас стоит powerbank на 400 миллиампер часов вот и зарядка у нас тут написано что полтора часа но у меня не заряжаются за один час внутри у нас идут инструкции дополнительные бумажки ничего интересного здесь лежали сами наушники здесь у нас идет проводок type-c для зарядки эти наушники как я уже сказал есть в нескольких цветах белые серые черные ну вот я приобрел черные черный пластик именно идет черный пластик то есть это не просто крашеный пластик это именно цвет самого пластика они покрытия наушники довольно изящные сам кейс у нас довольно небольшого размера если сравнивать допустим с apple то чехол на него не подходит и вообще на эту модель чехлов не предусмотрено их не производят если сравнивать по размеру давайте вот сравним с наушниками от сяоми то есть получается у нас корпус гораздо меньше то есть они довольно корпус довольно миниатюрный это очень радует сзади у нас идет настоящая металлическая петля в моем случае ничего не болтается точно такие же которые я покупал с версией про там получается эта петля была немножко ну худшего качества обработки она немножко болталась а так принципе никаких проблем нету здесь у нас магните все закрывается все открывается все хорошо снизу у нас разъем type-c есть гравировка с техническими характеристиками с передней стороны у нас есть название фирмы производителя здесь повыше у нас идут светодиоды когда мы открываем крышку у нас начинает бегать светодиодик и показывает зарядку самого кейса тут 4 светодиода естественно по каждый светодиод это 25 процентов зарядки кейса сверху ничего нет справа ничего нет слева ничего нет с обратной стороны металлическая петля и кнопка эта кнопка нам позволяет посмотреть при нажатии насколько заряжен у нас кейс когда мы открываем кейс вставляем наши наушники закрываем светодиод начинает бегать показывает заряд кейса и потом мигают два светодиода это означает что у нас левый и правый наушник заряжается если у нас в кейсе один наушник будет то у нас будет мигать только один светодиод который будет означать что именно этот наушник у нас вставлен в кейсе вот внутри крышечки там тоже есть гравировка как бы видимо стянули в apple что в таком месте сложно сделать гравировку но и тут сделали что типа мы ничем не хуже когда мы вставляем наушники внутрь на наушниках у нас начинают здесь мигать светодиодики сами наушники напоминают apple но есть конечно и отличие то есть здесь у нас динамик здесь у нас прорезь здесь у нас прорезь здесь у нас светодиодик внизу у нас есть контактная площадка для зарядки и отверстие для микрофона это у нас не металл это просто покрытие под металл сенсорная кнопка двойное тройное нажатие это все работает конечно первый раз привыкнуть первые два дня я не мог конкретно сделать табы чтобы у меня наушники как бы воспринимали мои желания делали паузу или следующий трек включали но со временем в принципе я разобрался теперь по звучанию по звучанию естественно они не не затягивают до сяомовских наушников или каких-то других тем более для наушников от sony ну или те же apple конечно у них очень мало басов но вы должны понимать что все таки эти наушники не предназначены для прослушивания музыки экстра класса это все-таки наушники для того чтобы вы могли слушать радио может быть какие-то лекции может быть какие-то аудиокниги для этих целей они в принципе справляются по громкости громкости ну вот я их всегда слушаю где-то в принципе они глухой человек но вот именно громкости этих наушников мне комфортно слушать это процентов 90-100 то есть сто процентов я делаю когда я иду по каким-то шумным улицам и в принципе мне этого всего хватает меньше 80 и в принципе их можно слушать и на 20 и на 30 процентов но это уже в доме вечернее время когда в квартире тишина если вам допустим точнее я уверен что вам покажется очень мало в них баса тогда есть выход в смартфонах и для айфона и для андроида есть программки которые так скажем меняют звук в bluetooth наушниках я не буду сейчас их рекламировать их несколько я больше пяти штук видел принцип какой то есть это получается эквалайзер для bluetooth наушников в этом можете увеличить громкость в этом можете увеличить басовитость звучание естественно шикарного баса вы от них не добьетесь но можно я сам удивился когда какую-то программу устанавливал и включил усиление баса и действительно бас у них появился то есть в принципе можно хоть как-то отрегулировать чтобы они звучали получше что у этих наушников мне не понравилось мне у них не понравился микрофон но такой же плохой микрофон есть и у других беспроводных наушников дешевого такого начального класса то есть если в помещении еще как-то можно через них общаться с собеседником то на улице в принципе это невозможно некоторые я видел в интернете пишут что можно вытащить один наушник из уха просто это место поднести к своему рту и уже общаться так даже этот способ тут у нас не работает то есть в принципе микрофон все равно довольно слабый он передает все окружающие шумы помехи и все-таки собеседник слышит ваш вас очень плохо даже если вы будете говорить в сам микрофон дальше какие были глюки за это время глюки естественно были в один прекрасный момент у меня просто перестал работать правый наушник просто перестал работать и все не работает я его вставляю в кейс он у меня не заряжается он у меня не подключается и ничего с ним не происходит как я вышел из этой ситуации я снял вот эту вот крышечку то есть у нас получается две половинки это вот одна половинка это вторая половинка есть ногтем поддел у нас она развалились и что этом нарушил там идут два проводка они оголенные и они просто между собой перемкнули от аккумулятора и все получается у нас ну так скажем было короткое замыкание я их в разные стороны развел все у меня наушник заработал с одной стороны это и плохо но с другой стороны они ремонтопригодны потому что когда их покупал на сайте продавца я видел два комментария два отзыва от людей которые говорили что у них были примерно такие же проблемы и они не знают что делать потому что наушник перестал работать все пришлось его выкидывать выкидывать ничего не надо нужно просто разобрать развести проводки в разные стороны и все далее до этого я уже сменил наверное даже не знаю где-то на больше шести различных наушников от разных фирм и с наушниками от фирмы apple у меня была такая проблема в один прекрасный момент был за городом слушал очень долго заряжал от кейса и у меня левый наушник сел в ноль я его вставил в кейс привез домой поставил на зарядку на утро выяснил что у меня правый наушник зарядился работает левый наушник не работает никакими способами я его зарядить не мог помогло только опять же разборка его там примерно такой же также можно снять его и просто принудительно пришлось заряжать аккумулятор левого наушника малыми токами и он у меня завелся потом я его вставил в кейс и у меня все прекрасно дальше стало работать из этого делаем вывод никакие наушники беспроводные не стоит разряжать в ноль то есть у вас они сели вы поставили в кейс и у вас все нормально бывают глюки какие у людей не конкретно с этими наушниками с любыми другими у вас кейс уже сел в ноль в он у вас не заряжает вы вставляете в него свои наушники закрываете но наушники у вас все равно работают в режиме подключение по bluetooth к вашему смартфону потому что они у вас не выключены но и кейс их не заряжает в этот момент у вас наушники разряжаются в ноль и вот после этого у вас может случиться вот такой казус который случился и у меня вердикт стоит ли их покупать я думаю что их стоит покупать только не покупать версию про которая бесполезная в принципе эти наушники чем хороши то что у них есть современный порт type-c сейчас почти у всех уже смартфон из type-c и вам не понадобится какой-то иметь дополнительный провод для зарядки этих наушников это в принципе очень хорошо небольшой размер кейса очень это хорошо потому что в кармане они не будут вам мешать кейс такой скажем зализанного дизайна и они получаются что он не будет вас ни за что задевать и будет мало места занимать качественная сборка металлическая петля то есть металлическая петля это не дань моде это скорее крепость вашего устройства то есть у вас он крышка не отпадет и не сломается как у других наушников тоже которые недорогие но и минусы минус основные это то что у них есть проблема с микрофоном если вы все-таки хотите их использовать как гарнитуру для вашего для ваших звонков то конечно они вам не подойдут для всех других целей они в принципе очень хорошие и я их могу рекомендовать покупки и и и и и и